Я земля, я свои провожаю гектары. Я земля, я свои провожаю гектары. Как и за сколько территория ГКНПЦ имени Хруничева превратится в Национальный космический центр? 6. Газета коммерсант номер 33 от 25 февраля 2019 года, СТР. 3. Как стало известно твердый знак, на создание штаб-квартиры Национального космического центра, НКЦ, Роскосмоса Москва из собственного бюджета потратит 25 миллиардов рублей. Речь идет о головном офисе госкорпорации, который будет возводиться с нуля на территории Государственного космического научно-производственного центра, ГКНПЦ, имени Хруничева в Филях. Здание площадью 250 тысяч. КВ. М по задумке руководства госкорпорации будет выглядеть как ракета-носитель. Также несколько миллиардов рублей потребуется на строительство остальных объектов НКЦ, который расположится там же на Десятьюга. Взамен московские власти смогут претендовать на земли других предприятий Роскосмоса. В пятницу, 22 февраля, глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин представил комплексный план создания НКЦ в Филях. Согласно презентации, все объекты центра, головной офис, отраслевой банк, ситуационный центр управления космической деятельностью, центр управления полетами, будут занимать 9,9 ГА. К ним будет прилегать территория ГКНПЦ имени Хруничева. 50,8 ГА сейчас занимают цеха предприятия, которые позднее будут модернизировать. На площади 2,1 ГА разместится профильный образовательный комплекс. По утверждению источников твердый знак, возведение штаб-квартиры Роскосмоса оценивается в 25 миллиардах рублей. «Роскосмос не потратит ничего на создание своего национального космического центра. Наши средства пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов», — заявил, отвечая на вопрос твердый знак, глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Напомним, что создание центра ведется по поручению президента Владимира Путина. Выступая с посланием Федеральному собранию 20 февраля, он отметил, что там должны объединиться основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства. «Аэрокосмический кластер, по сути, будет являться совместным предприятием правительства Москвы и Роскосмоса, где контрольный пакет, 51%, останется за последними», — говорит один из отраслевых источников твердый знак, что Дмитрий Рогозин рассказал о новом звездном городке. Дмитрий Рогозин, представляя комплексный план создания объекта, отметил, что внешний облик штаб-квартиры визуально будет похож на ракету. «Один из вариантов напоминает ракету-носитель сверхтяжелого класса», — отметил глава госкорпорации. «Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание, которое будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно восприниматься как символ Роскосмоса». Он подчеркнул, что небоскреп в районе улицы Месящева в Филих будет размещен таким образом, чтобы не перекрывать вид жителей мужа стоящих рядом жилых домов. Глава госкорпорации уточнил, что все средства выделит город, который получит от ГКНПЦ имени Хруничева территорию 88,9 Гавфилих для создания на паритетных началах с Роскосмосом аэрокосмического кластера. Туда планируется перевести 16 предприятий, которые находятся в Москве, в частности, Арк, НПО Техномаш, РКС, Главкосмос, ВГУП Ценки и другие. Говоря о неоспоримом экономическом эффекте для ГКНПЦ имени Хруничева от реализации этого проекта, глава Роскосмоса отметил, что существенный вклад в оздоровление предприятия, по разным данным, у него сейчас более 120 миллиардов рублей долгов, внесет реализация около 30 г земли, на которой находится переезжающее предприятие, в первую очередь конструкторское бюро. Эти деньги пойдут на развитие ГКНПЦ имени Хруничева, что ускорит выплату долгов на 4-5 лет, подчеркнул Дмитрий Рогозин. В итоге Роскосмос получает 250 тысяч КВМ современных офисных помещений, куда переселит не только КБ «Салют», но и штаб-квартир десятков своих московских организаций, говорит источник «Твердый знак» в космической отрасли. Между тем, по данным «Твердый знак», именно на эту землю московские власти могут претендовать в обмен на свои инвестиции в создание НКЦ. По словам собеседников «Твердый знак», госкорпорация получает средства, вырученные за счет продажи 30 г и собственности этих своих организаций. По рыночным оценкам, это около 44 миллиардов рублей, которые будут вложены в развитие ГКНПЦ имени Хруничева и НКЦ, говорит источник «Твердый знак» в отрасли. При этом 25% от реализации новых зданий на свободной территории также пойдут в доход ГКНПЦ. Что глава Совета директоров Центра имени Хруничева Николай Севастьянов говорил «Твердый знак» о способах вывода предприятия из кризиса. Касаясь развития транспортной инфраструктуры, господин Рогозин сообщил, что около центра появятся четыре моста, в том числе один пешеходный. Кроме того, жители получат доступ к двум станциям метро Шелепиха и Мневники. По данным «Твердый знак», на развитие транспортной инфраструктуры город выделит 10 миллиардов рублей. Такое решение проблемы с загруженностью дорог одобряют не все. Как говорит депутат района Фильевский парк Ольга Мастинская, до последнего времени здесь не было серьезных проблем с транспортной доступностью за исключением расположенного за заводом имени Хруничева микрорайона Фильевская пойма. В нем при наличии одного выезда проживает 24 тысячи человек. Согласно генплану 2010 года, новые мосты планировались именно там. Улица Месящева изначально проектировалась с расчетом на появление автомобильного моста с Мневниковской поймы, а с востока планировались два моста, на третий Силикатный и на Береговом. Проектирование моста на Береговом уже ведется, но в инвестиционную программу он пока не включен, рассказала твердый знак депутат. В декабре 2016 года жители района Фильевский парк узнали, что автомобильный мост с Месящева перемещен в Створного Заводской улице, по сути, в парк Фили. С тех пор началась борьба жителей района за спасение парка. В 2017 и 2018 годах прошло три митинга. Были написаны многочисленные обращения к президенту, мэру, в Майском архитектуру, которые подписали почти три тысячи человек, была запущена петиция, собравшая около 15 тысяч подписей. Московские власти приостановили проект строительства моста. Если мост на территорию парка Фили нужен, он может быть только пешеходным. Это сохранило бы уникальную особо охраняемую природную зону, достояние всех москвичей, считает госпожа Мостинская. Отметим, что расположенные в районе будущего класс тирожилые дома будут вовлечены в программу реновации правительства Москвы. В них проживают в том числе и работники ГКНПЦ имени Хруничева. Здания располагаются на площади 3,8 га. Завершение всех работ на 150 га земли, которая пока еще принадлежит ГКНПЦ имени Хруничева, запланировано на 2024 год. Александра Джорджевич, Иван Софронов.